Академический вокал, рок-музыка и библейский сюжет. Уже в эти выходные иркутянам представят новый вариант знаменитой истории. Рок-опера «Страсти по Марии» показывает историю о страданиях Иисуса Христа глазами его матери. Сейчас актеры репетируют ключевой момент сюжета – сцену распятия. Музыка – самая важная деталь спектакля. Она помогает зрителю в полной мере сопереживать героям. Насколько велики были силы Вера Марии и как она пережила разлуку с единственным сыном. С помощью рок-музыки, пластики, хореографии авторы отвечают на эти вопросы. Герой Виталия Зайцева – падший ангел. Рассказывает, роль дается ему с большим трудом. Падший ангел, ну вот он как бы явился на землю и рассказывает историю людям о Марии. Здесь непосредственно история, как я больше считаю, о Марии, нежели об Иисусе. Сложности в чем? Потому что ты играешь не человека, а все-таки какое-то более наивысшее существо. Всего в постановке задействованы 28 человек. Перед премьерой репетируют каждый день. Вместе с актерами в пьесе участвует рок-группа и струнный квартет. Все, чтобы добиться нужных эмоций от зрителя. Детали спектакля авторы держат в секрете. Но уверены, что постановка заставит зрителей пересматривать ее не один раз. Каждый раз, приходя на спектакль, слушатель может открывать в ней новые оттенки, новые нюансы. И по-разному реагировать. И это нормально, когда музыка вызывает кучу разных эмоций. Потому что только плохая музыка абсолютно понятна вот здесь и сейчас и сразу. И не имеет какого-то второго, третьего дна. Увидеть премьеру «Страстей по Марии» зрители смогут 8 и 9 сентября на камерной сцене Иркутского драматического театра. Захар Семенов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.